Они бывают разных размеров и движутся по необъяснимым траекториям, появляются из ниоткуда и уходят в никуда. Они могут проходить сквозь стены, не оставляя следов, могут коснуться человека и даже не обжечь, а могут взрываться, разрывая в клочья животных, заставляя плавиться металл и закипать водную гвать. Это явление, по сути, оно так же непознанно и абсолютно так же непонятно, как и многие другие. Его можно просто поставить в один ряд и поставить знак равенства с НЛО. Долгое время исследователи считали, что шаровые молнии лишь сопровождают неопознанные летающие объекты. Но после того, как ученым удалось объяснить феномен НЛО, они поняли, что молнии действуют сами по себе. Они агрессивны и непредсказуемы. Изучить их невозможно, потому что еще никому не удавалось поймать молнию. Как возникает это необъяснимое явление, то им руководили. Одни исследователи считают молнии обыкновенным электрическим разрядом. Другие – маяками для внеземного разума. Кто-то – заблудшими душами умерших, а кто-то – порталами, через которые можно попасть в совсем иные миры и измерения. И в поисках ответов на эти вопросы ученые сходятся только в одном. Человечество столкнулось с чем-то поистине необъяснимым. В момент начала нашего фильма в разных точках Земли сверкнули молниями более двух тысяч гроз. В каждую секунду этого фильма более ста молний ударятся о поверхность Земли. Каждый квадратный километр нашей планеты молния поражает в среднем шесть раз в год. Молнии творят очень странные, неподдающиеся объяснению вещи. Выжившие после удара молний часто обретают совершенно уникальные способности – экстрасенсорику, предвидение, особую физическую силу и даже вечную молодость. Вот эта икона, как бы она висела по самой средине. В детстве украинец Владимир Негрешный часто гостил у своей бабушки. Однажды четырехлетний мальчик сидел за столом и рисовал, как вдруг в углу, где висели иконы, раздался треск. На одном из образов появилось маленькое яркое пятно. Оно светилось и быстро росло. И этот потом свет вместе с изображением Божьей Матери вышел на такое вот расстояние, сформировался в шар, и удар был как раз в середину. Я отлетел где-то метров четыре была длина комнаты, прям в шкаф влетел. Ну, как бы сейчас, если говорить, то я потерял как бы сознание на часа два-два с половиной. После этого случая Владимир взглянул на бабушку совсем другими глазами. Теперь он видел ее насквозь. А вскоре уже каждый встречный представал перед ним словно оживший цветной рентгеновский снимок. Молния произвела настоящее замыкание в голове мальчика, превратив его мозг в ультразвуковой аппарат. При повреждении молнии электрическим током происходит реполяризация всех клеток, мембран клеток. И происходит изменение работы калиево-натриевого насоса, каждой клетки в отдельности. То есть это движущая сила каждой клетки. Все происходит из-за разницы потенциалов. И какое воздействие молнии оказывают, каждому отдельно взятому человеку уже никто не знает. Но самое удивительное зрелище, по словам Владимира, нервная система человека. Она сверкает электрическими разрядами. И чем больше человек раздражен, тем ярче это захватывающее зрелище. Когда идет грозовой фронт, я слышу это как бы электромагнитное поле небесное. Я начинаю полностью с его искрить. Могу даже видеть сквозь стены. Но очень редко, но четко. Владимир признается, экстрасенсом он все-таки не стал. Зато может посмотреть на человека и сказать, что у него там не так. То ли сердце барахли, то ли печенка вышла из строя. А еще Владимир – это ходячий метеоцентр. И в отличие от последнего, никогда не ошибается в своих прогнозах. Вот если человек, допустим, убила молния, это не значит, что его просто так убила молния. Это как бы в наказании. Как бы небо чистое, и тут бах, только одни шкары остались. Просто так невозможно. Кому-то в помощь нужно, чтобы это был удар света. Потому что в предыдущих жизнях, из предыдущих поколений, что-то кто-то где-то наделал. И как бы в назидании, через проклятие родовое, ему нужно отработать в помощь людям. Правда, грозы Владимир опасается до сих пор. Ведь молния – не человек, и посмотреть, что там у нее внутри, еще никому не удавалось. И вдруг в следующий раз ему попадется более воинственно настроенная сущность. Ведь по сути, молнии – это стрелы богов. И не дай бог попасть под горячую руку. Это звучит невероятно, но возможности молнии действительно безграничны. Она может сжечь на человеке нижнее белье, оставив при этом верхнее платье. Словно заправский цирюльник, молния сбривает с человека все волосы до последнего, оставив саму жертву целой и невредимой. Порой она с ювелирной точностью испаряет металлическое кольцо на руке или крестик на шее. В городке Ревда Свердловской области за неделю от удара молний пострадали сразу несколько человек. Воскресный день 17 июля 2006 года оказался для Марины настоящим воскресеньем из мертвых. Когда девушка с друзьями отдыхала на берегу реки, началась грозная. Мы с подругой поехали в поселок Северку, там на карьер. Отдыхали, загорали, потом погода нахмурилась, потом пошел дождь, но у меня вот эта дождь пошла купаться, я встала на полянку там небольшую, наблюдала за ней, как и что, думаю, пойти, не пойти. В итоге она выходит, уже дождь большой пошел, я быстрее за вещами некоторые вещи успела взять. И в итоге мимо полянки-то прохожу, и она поперек меня вот так вот проскатила, вот эта молния. Молния ударила Марину в голову и прошла сквозь ее тело. Врачи говорят, родилась в рубашке, после такого не выживают. Но Марина говорит, ее спасла цепочка на груди, которую молния просто расплавила, оставив на шее кровавый след. Так может быть, стоит носить нательный крестик, как мини-громоотвод? Я практически доктор, но все равно это, видимо, все решается на небесах. А у меня будет ответ вот такой, потому что, ну, наверху все решают. Да, система изоляции, проводимость, никто это не оспаривает, но как распорядилась судьба. А есть случаи, что человека ударила молния, он, что называется, стал отряхнуться и пошел дальше. И живет еще 50 лет. Другие случаи описаны, как при ударе молнии человек шел, упал и все. Известен жуткий и загадочный случай, произошедший в Японии. Учитель повел детей в поход. Чтобы школьники не потерялись, он приказал им держаться за веревку. Ударившая в веревку молния убила каждого четного ребенка в ряду, оставив нечетных полностью невредимыми. Подобные невероятные случаи раз за разом заставляют людей усомниться в том, что молния – это закономерный физический процесс. Многие считают, что молния – это некая таинственная сущность, для которой не существуют ни законы физики, ни общечеловеческие нормы. Чаще всего во время грозы мы наблюдаем так называемые линейные молнии – гигантский электрический искровой разряд между облаком и землей, или между облаками. Межоблачные молнии – постоянные, просто мы их не видим. А вот шаровая молния – настолько редкий и удивительный гость, что ученые долгое время считали ее выдумкой, падких на эзотерику шарлатанов. Исследователи, которые брались всерьез изучать этот феномен, становились для научного мира персонами Нонграда. Это уникальная съемка. Вот так в замедленном варианте выглядит шаровая молния. Российские физики первыми начали проводить эксперименты с шаровыми молниями в лабораторных условиях и достигли в этом серьезных результатов. Однако предугадать, как поведет себя шаровая молния в природе, невозможно. А в лаборатории создать идеальные условия ученые пока не в силах. Токи в природе гораздо больше, чем у нас. Вот у нас 60 ампер всего при напряжении 5 киловольт. Они такой разряд. В природе те же самые киловольты, но зато там миллионы ампер в разряде. Поэтому долгоживущие молнии в природе живут, содержат больше гидротированные паразмы, и живут на порядок дольше, чем у нас в лаборатории. Однако объяснить это загадочное явление только физическими законами невозможно. Простое такое примитивное представление, что между электричеством и шаровой молнией можно поставить знак равенства. Нет ровным счетом никаких доказательств или поводов считать, что шаровая молния и электрический ток есть суть одной и той же. Да, разве что иногда шаровая молния передвигается по проводам, но используют их в качестве пути примерно так же, как троллейбус идет вдоль проводов. Зафиксировано огромное количество случаев, когда шаровые молнии появлялись в совершенно безгрозовые дни или в местах, где гроз чрезвычайно мало. Они могут появиться зимой, летом, днем, ночью, в любую погоду. Их встречали даже на высоте в несколько тысяч метров, где грозовых облаков просто быть не может. Шаровые молнии летают под землей и в закрытых помещениях. Поэтому однозначно утверждать, что шаровая молния – это результат грозовой электрической активности, нельзя. Шаровая молния – это явление природы, которое эквивалентно чуду, то есть неотличимо от чуда. Где она появляется, там происходят всякие странные события. Шаровая молния – настоящий профессионал по спецэффектам. Она, например, может оставить на теле пораженного фотографический отпечаток окружающей местности. Это необъяснимое явление получило название «керонография». Так, издание «Чамберс Джорнелл» от 6 июля 1892 года повергла общественность в замешательство заметкой о мальчике, которого ударила молния. Мальчуган полез на дерево, чтобы стащить яйца из птичьего гнезда. Воришка был за это жестоко наказан. В дерево ударила молния, а на груди упавшего на землю мальчика отчетливо запечатлелось не только изображение дерева, на которое он лазил, но и птица, сидящая рядом с гнездом на одной из веток. Удивительный случай, например, когда шаровая молния влетела в окно и испарила, то есть превратила в пар металлическое изделие из цветного металла, ну, там какой-то наградной кортик или древний кинжал, и вот этот вот пар, то есть металл превратившийся в пар не просто хаотично осел на поверхности комнаты, а он осел на ковер и часть стены таким образом, что образовалась своеобразная картина. Причем на этой картине был точно такой же пейзаж, который был за окном этого дома. То есть такое ощущение, как будто некая такая гигантская камера-обскура сфотографировала пейзаж за окном и его воспроизвела на ковре. Объяснить подобное поведение молний не может ни один исследователь. Именно поэтому появились версии, что шаровые молнии – это корабли инопланетных существ или заблудшие души умерших. Однако чем больше ученые исследуют это странное явление, тем больше загадок им открывается. Но самое странное – это запах серы, который, по словам очевидцев, часто сопровождает полет огненного шара. А запах серы, как известно, всегда приписывали демоническим созданиям. В Белоруссии, в той местности, где родился и провел свое детство экстрасенс и гипнотизер Геннадий Гончаров, молнии случались часто. Раз в году и вовсе наступает грозовой сезон, его называют «калиновые ночи». Неделю за неделей в небе грохочет гром и полыхают молнии. Ночью на улице становится светло, как днем. Недалеко отсюда, в Булате, делали некогда известную во всем мире булатную сталь. В гору, на которой стояла кузница, постоянно били молнии. И по преданию, именно молния наделяла эту сталь тайной силой и небывалой прочностью. Маленького Гену всегда восхищали молнией. Он верил в то, что и сам может получить эту силу. Встретился он с молнией один на один. Так и произошло. Я как бы лишился зрения, слуха, обоняния, всего, и сколько я так проезжал, я не помню. Просто на сырой земле, когда дождь, земля промокла, уже дождь был сильный. Видимо, заряд, который попал в меня, ушел в землю. И, в общем, после этого обострились мои чувства. В огромный вековой дуб, под которым решил спрятаться Гена во время грозы, попала молния. Но, вопреки тому, чтобы убить мальчика на повал, молния дала ему новую жизнь, в которой он перестал быть обычным человеком и стал человеком сверхспособностей. Та божественная сила, которая в древности наделяла его предков особыми знаниями, не поскупилась и для Геннадия. Сегодня он открыл свою школу гипноза. У него проявились экстрасенсорные способности. Но это еще не все. Он предчувствует наступление грозы и, в отличие от ученых, всегда точно знает, куда ударит молния. Ведь теперь они с ней одной крови. Вот эта сила, эта молния живет во мне, живет в моих клетках. И недавно мне приснился сон, что я стою на горе, и в меня попадает молния, одна, вторая, третья, я насыщаюсь вот такой какой-то вот энергией этих молний. И мне часто очень необычно снеснятся другие миры. Что если молнии – это оголенные провода, с помощью которых и можно подключиться к вселенской базе данных? И если молния прошла сквозь человека, она продолжает жить в нем своими частицами, благодаря чему пользоваться этой небесной библиотекой можно бесконечно. Может быть, каждая молния – это визит на Землю высшей силы? Ведь с незапамятных времен люди видели в молнии божественное начало. Греческий громовержец Зевс, Перун у древних славян, скандинавский бог Тор, которого изображали с молотом, извергающим молнией. Римляне верили, что поверженный молнией человек чем-то провинился перед грозным Юпитером. Для несчастного даже не проводили обряд погребения. Молнии всегда в народной традиции и нашими предками воспринимались как живые сущности и как орудия богов, с помощью которых они управляют и изменяют судьбы и вершат какое-то правосудие. Издревле считается, что вещи, которые поразила молния, они начинают обладать не только целебной силой, но и волшебной силой. В плане осуществления там желаний и просьб человека. То есть эта вещь становится напитанной. Во время грозы древние русичи призывали молнии и просили «Бей, Перун!» А потом перечисляли все те невзгоды, которые могучий бог должен был повергнуть в пепел. С помощью таких обрядов боролись не только с болезнями и плохим урожаем. В древних летописях есть упоминания о том, что колдуны русичей умели управлять молниями на поле битвы, чем повергали в ужас своих извечных врагов Хазар. Трава, выжженная молнией. К этому в селе Романы Амурской области уже давно привыкли. Грозы здесь частые и лютые. А Сергей Половинкин, в свою очередь, уже привык быть телегероем. На две половинки разделила молния жизнь Сергея и Половинкина. В прошлой жизни, перед тем, как стать телегероем, был он обычным пастухом. В этот злополучный день он, как обычно, был в поле, поскоро. И вдруг небо разразилось громом и молнией. Я припасывал телку. Ну, как, первый раз повел на пастбище. Ну, идем, идем, молния сверкает, как обычно. Ну, сверкает и сверкает. Как шандарахнуло. Ну, меня вырубило на несколько секунд. А чуть, ну, как, очнулся, я в кочках лежу. И единственное, что я помню, я вот через голову так кувырок сделал, мне так легко показалось. Местные говорят, повезло Сергею, что на нем в тот день были резиновые сапоги. Прямо перед выходом из дома Сергей глянул в окно. Кажется, дождь собирается. Надел болотники. А вот коровам, которых он пас, не повезло. Вот четыре они сразу, они умерли, короче, их увезли. Потому что тут и с лечебницей начальник приехал, сразу давай оформляй все это, сельсовет. Ну, вот они сколько подняли коров? Шесть или восемь. И они все равно на следующий день, они уже, короче, окочужились. Общие потери двенадцать коров. Прямо библейское число. Сергей был тринадцатым пострадавшим, но число это оказалось счастливым. Видимо, у небесного пастыря на его счет были другие планы. Удивительно, но никаких серьезных травм медики у пастуха не обнаружили. Только черные метки, которые оставила Сергею молния на долгую память. Пришел на прием, давай они там, как обычно, давление, пульс мерить. Терапевт. А когда к кожнику послал, я что-то раз, разделся, опа, а я весь в пятнах. Руки, толщины, ноги, все было. Как долматинец, короче. В своей новой жизни, той, что началась после удара молнии, Сергей Половинкин стал совсем другим человеком. Во-первых, окончательно прошли травмы, которые Сергей получил в автомобильной катастрофе несколько лет до этого. Ну, а местные мамы Сергея просто обожают. Они уверяют, он обладает удивительным свойством успокаивать детей. Стоит подвести к нему расплакавшееся чадо, как слез, словно и не бывало. Остается только гадать, как так повезло Сергею. В рубашке он родился или в резиновых сапогах. Но вот что удивительно, молнии уже давно охотятся за его родом. Второй к судьбе. Потому что у меня тетку родную убила в Восточной Ниве. По-моему, 73-й год. Ее прямо в доме шировой молнией убило. Ну как, она просто... Шировая молния вылетела со счетчика. Она ребенка прикрыла и ее убила. Насмерть, сразу. Моментом. Вполне возможно, есть у Сергея какая-то особая миссия в этом мире. Но в чем она заключается? Этого Сергей пока не смог разгадать. Но впредь лучше ему не гулять во время грозы. Ведь история знает случаи людей, избранных молнией. Но не все эти случаи были счастливыми. ВЫСТРЕЛЫ ВЫСТРЕЛЫ По вине молнии болгарка Марта Маики превратилась в самую настоящую черную вдову. Было это в 1935 году. Первый муж Марта, американский турист Рандольф Истман познакомился со своей будущей невестой благодаря грозе. Он попросился переждать стихии в ее доме. Через неделю они поженились, а спустя два месяца мужчина убила молния. Маикия долго не была безучешной вдовой и вскоре снова вышла замуж теперь уже за француза по имени Шарль Морто. Бедняге Шарлю судьба уготовила не лучшую участь. Во время путешествия по Испании он также был поражен молнией на повалку. После этого Маикии пришлось долго лечиться от депрессии. Лечащий врач смертоносной болгарки стал ее третьим мужем. Однако счастье влюбленной пары продлилось недолго. Вскоре в автомобиль врача ударила молния. Третий муж Маикии был убит на месте. В данном случае хотя бы можно говорить о том, что скорее всего ну как бы судьба не хотела, чтобы род именно этой женщины продолжался. То есть она делала все, для того не было. Там вот женщина потеряла четырех мужей, которых всех буквально в течение года после свадьбы с ней убивала молния. В конце концов она отказалась там, что решила, что она никогда не будет выходить замуж, чтобы не подвергать и других опасностей, и что надо прислушиваться к этим знакомым. В 1918 году ударом молнии американского майора Саммерфорда сбросила с лошади. Во второй раз молния настигла его в 1924 году, когда он рыбачил у реки со своими приятелями. Учитывая то, что ни один из рыбаков кроме майора не пострадал, это была точечная наводка. В третий раз молния настигает Саммерфорда в 1930 году во время неожиданно нахлынувшей буря. На этот раз его полностью парализовало и через два года бедняга скончался. Но даже это не остановило молнию. Летом 1934 года на кладбище Ванкувера случилось странное происшествие. Молния попала в памятник, расколов его на две части. Вы, наверное, уже догадались, что это был памятник майору Саммерфорду. Подобные случаи натолкнули исследователи на теорию о том, что некоторые люди могут притягивать молнии. Условно говоря, создаем разницу потенциалов между Землей и небом. И, соответственно, этим мы можем притягивать. Уже даже просто вот, скажем, из физики мы знаем, что разница потенциалов просто между кончиком нашего носа и Землей она достигает несколько тысяч вольт. Просто единственное, что мы как бы постоянно заземляны, и нас не поражает вот эта разница потенциалов. По общепринятой в науке версии, молния это не что иное, как электрический разряд. Каждый школьник, даже тот, что прогуливает уроки физики, вспомнит опыт по замыканию двух электродов, положительного и отрицательного. То же самое, казалось бы, происходит и в природе. Отрицательный разряд, скопившийся в облаке, устремляется к Земле, где замыкается с положительным зарядом. Самое главное воздействие оказывает вовсе не процесс, поражающее действие, вовсе не тот стадий, когда молния идет к Земле, а после того, как она уже замкнулась на Землю, потому что только после этого идет основной ток. После того, как молния замкнула облако на Землю, только после этого идет главный ток, это называется главная стадия или возвратный удар. Такое вот короткое замыкание длиной в десятки, а порой и сотни километров. Но как это возможно, и возможно ли это отследить, до сих пор непонятно. Ученые пробовали запускать зонды в облака, но молния очень непредсказуема. И угадать, где и когда она появится, абсолютно невозможно. Поэтому до сих пор процесс зарождения молнии для ученых остается тайным. Однако недавно российские ученые выдвинули новую версию. По ней электричество накапливается в облаке благодаря космическим лучам или атмосферным вихрем с крупицами пыли, подобно тому, как электризуются наши волосы, одежда и ручки двери. Но для того, чтобы сформировался лидер, основной ствол молнии, который пойдет к Земле, нужна сила посерьезнее ветра и пыли. Раньше считалось, что молнии, несмотря на свой небесный статус, жители вполне земные. Ведь для жизни им нужна атмосфера Земли, а в атмосфере Земли облака, а в облаках капли, к которым и притягиваются электрические заряды. Но совсем недавно российские ученые сделали невероятное открытие. Оказывается, молнии есть в космосе и даже на других планетах. На глобусе Юпитера есть местность, которая отмечена как море-гроз. А недавно с помощью космического аппарата были сделаны сенсационные снимки молний на Юпитере, а в верхних слоях атмосферы Земли зафиксировали новые виды молний блю-джеты, эльфы и спрайты. Это вовсе не сказочные персонажи, а уникальные природные явления. И вопреки всем научным теориям они живут там, где кончаются облака, влага и кислород. Существует несколько гипотез. Одна из них, для того, чтобы образовалась молния, нужно, чтобы внутри облаков, в области, где очень сильное электрическое поле, возникло какое-то плазменное образование. Вот это необходимое условие. Но как оно возникает, это только догадки строят. Плазма это так называемое четвертое состояние вещества, наиболее распространенное во Вселенной. Все звезды состоят из плазмы и даже пространства между ними. Древние философы, начиная с Эмпидокла, утверждали, что мир состоит из четырех стихий земли, воздуха, воды и огня. Переведя это на язык современной науки, плазме соответствует стихии огня. Стихия, которая с древних времен в различных религиозных течениях и верованиях управляли боги. А что, если эта плазма и есть на самом деле божественный перст? Ведь если нельзя доказать иного, то и это опровергнуть невозможно. предположим, если я проконтактирую с жителями этого плоского мира, то для них мой визит будет выглядеть как проекция моего пальца. То есть они увидят меня вовсе не так, как видят меня телезрители. Они увидят меня в виде некого овала, шара, пятна, которое контактирует внезапно, появляется в их мире и столь же внезапно исчезает. Многие исследователи считают, что молнии это некие порталы, с помощью которых можно попасть в другие миры и путешествовать в параллельных пространствах. Шаровой молнии это сложное образование. Это клубок гидротированной плазмы, керн, окруженный тонкой оболочкой из отрицательных зарядов. Она стягивает ее во всякие округлые образования, сфероиды. Но шаровая молния несет еще, кроме того, обязательно какой-то аэрозоль внутри у нее присутствует. Это водяные капли могут быть, это частички угля. Быть может, именно шаровые молнии, тот загадочный пятый элемент, с помощью которого человечество сможет создавать антиматерию, приблизиться к разгадке тайн путешествий во времени. Ведь совсем недавно российские ученые первыми в мире увидели и научились замерять странный всплеск гамма-излучений во время молнии. До сих пор ученые только догадывались, что помогает спустить накопившийся в облаке заряд на Землю. Ведь облако обладает очень низкой проводимостью, как и воздух под ним. Что же позволяет молнии в доли секунды достигнуть Земли? Оказалось, что молния умеет изменять пространство вокруг себя. По гамма-излучению мы видим четкий рост и момент, когда произойдет разряд, мы видим рост потоков. Это очень известный эффект сейчас называется трестил гамма-флэш. Это очень мощные вспышки гамма-излучения вот во время атмосферных разрядов. Но электрон получает возможность в этом поле двигаться, как будто бы среда стала прозрачной. Это удивительный эффект. И двигаться может километр в этом поле небольшом, набирая очень большую энергию. Это как бы ускоритель прямо строитель в среде. А что, если это не фантастика? И в будущем подобное открытие поможет человеку путешествовать во времени или преодолевать путь в соседнюю галактику за один день. Кроме того, российские ученые поняли, рост гамма-излучений предшествует разряду молнии, а значит, если его вовремя заметить и зафиксировать, можно сделать прогноз относительно того, где и когда ударит молния. То есть, сделать то, что еще недавно ученые сделать не могли. Однако, для этого датчики придется установить чуть ли не в облаках, а может быть и выше облаков. Лучше гор могут быть только горы. И не только для альпинистов, но и для физиков. Микроавтобус японского производства везет везет российских ученых по горным цепям Тянь-Шаня. Сюда их забросило еще во времена Советского Союза, особо секретным указом Лаврентия Берии. А теперь ни за что не заставишь спуститься с небес на землю. Ведь здесь располагается одна из самых уникальных научных станций, где открыли те самые таинственные гамма-излучения. Многие из нас каждое утро открывают только холодильник и не всегда находят там что-то новое. А вот здесь чуть ли не каждый день открывают какие-то новые частицы. Да и ученые здесь уникальные. Настоящие ловцы молнии. Она просто в нее попадает и все и пыль. Вовсе не птицы сюда залетают. Эти домики, похожие на скворечники, на самом деле не имеющие аналогов во всем мире детекторы, регистраторы молнии. Внутри ультрачувствительная аппаратура, сделанная практически вручную. Все научные операции здесь проводятся с риском для жизни. Периодически что-то горит и выходит из строя. Но настрой физиков самый серьезный. Мы находимся сейчас в помещении, где установлена система регистрации механизма генерации молний для того, чтобы исследовать, как все-таки происходит вот эта вот первая фаза пробоя. Забравшись в горы более чем на 3000 метров, российские ученые оказались на высоте во всех смыслах этого слова. Они первыми выдвинули теорию о том, что молния стартует в небе благодаря темному пробою воздуха. Темному, потому что человеческий глаз увидеть его не может. А вот высокогорная аппаратура фиксирует. Трудно сказать, к чему может привести полное разоблачение этого удивительного явления, благодаря которому природа научилась собирать, ускорять электроны и, наконец, прокладывать тем путь туда, куда ей нужно. Может быть, изобретут какой-нибудь уникальный громоотвод, а может быть, смертоносное оружие, способное в доле секунды поражать цели, удаленные на тысячи километров. Может быть. Но пока бесстрашные ловцы молний об этом не задумываются. Ведь они не военные, просто физики. А физики, и, как известно, самые убежденные лирики. Когда идешь по снежным гребням ты, когда по грудь ты входишь в облака, умей смотреть на землю с высоты, не смей смотреть на землю свысока. Удивительно, но факт. Молния не загорается в небе, как это видит мой глаз. Молния – это такой разряд, который движется к земле со скоростью примерно тысячи километров в секунду. С появлением точной видеоаппаратуры ученые смогли заснять процесс образования молнии. Просмотрев видео по кадрам, ученые подтвердили, что зажигает молнию искра, которая исходит от земли. Лидер молнии – это всего лишь стержень, который несет в себе электрический заряд, фитиль, который надо поджечь. Под действием молнии от вершины высокого сооружения возбуждается встречный лидер, то есть встречная молния. И они уже притягиваются как бы друг к другу и где-то объединяются. То есть, это не просто так, что молния, нисходящая молния, которая идет из облака, прямо сама по себе ударила в сооружение. Эта информация позволила ученым выдвинуть еще одну сенсационную гипотезу. По ней наша планета является огромным живым существом. Мы населяем ее по тому же принципу, как нас самих населяют бесчисленные бактерии, помогающие жизнедеятельности нашего организма. А что мы делаем с бактериями, которые осложняют нам жизнь? Уничтожаем. В этой теории молнии отводится одна из самых почетных ролей. Более того, ученые уверены, что грозы, бушующие на планете, ежесуточно помогают Земле упорядочить свою жизнь. Это словно круговорот воды в природе. Все продумано до мелочей. Например, лес – это легкие нашей планеты. Если кислорода в атмосфере становится слишком много, молнии устраивают лесные пожары. Единственное, что молнии жгут постоянно и с огромным удовольствием, это сухой лес, что ведет к ускоренному росту молодой поросли, новых легочных артерий. Таким образом, Земля сохраняет кислородный баланс на протяжении уже многих миллионов лет. Мир подошел к критической черте. Загрязнение атмосферы и поверхности Земли продуктами сгорания и скопаемого топлива достигло достигло такого уровня, что нужно начинать переходить к чистой воспроизводимой энергетике без сжигания и скопаемого топлива. Тают, трескаются и тают ледники, перегревается поверхность океана, повышается его уровень, возросла циклоническая и активность. Невиданные ураганы и наводнения ждут человечества. Резко возрастет розовая активность, угрозы станут чаще и мощнее. Нужно подумать о защите от молний. Исследования шаровой молнии уже сегодня могут привести ученых к настоящему прорыву, изобретению мощнейшего источника альтернативной энергии. Если бы энергию шаровой молнии заключить в объем обычной пальчиковой батарейки, все примерно представляют, на что способна пальчиковая батарейка. Средняя, не рекламный образец, а то, чем пользуются мы, то на такой пальчиковой батарейке я думаю средний автолюбитель мог бы ездить на своем среднем маломилитражном автомобиле год, а может быть года. Именно поэтому ученые ведущих стран мира активно начали изучение энергии молнии. Большинство экспериментов ведется в закрытых лабораториях, однако совсем недавно стало известно, что шаровые молнии можно использовать как климатическое оружие. Ведь ядро шаровой молнии обладает невероятно большой энергией, порядка 10 миллиардов джоулей. Если бы люди смогли поймать и заставить работать на себя шаровую молнию, то с помощью такой установки можно было бы не только питать электричеством целый мегаполис, но и по необходимости вызывать грозы, сильные ветры и даже ураганы и цунами. Но как поймать шаровую молнию? В телевизионные башни типа Останковской молнии постоянно ударяют в течение года, там система громоотводов громадная. И они могли бы совершенно спокойно поставить одну установку сделать для получения шаровых молний. Достаточно разорвать один громоотвод, а погрузить его конец в бак с водой, и оттуда будут вылетать шаровые молнии. Получится универсальное оружие массового поражения. Однако пока человеку не дано приручить молнии и завладеть мощнейшим видом энергии. Но кто мешает нам разгадать этот загадочный природный фенометр? Быть может те же самые существа, которые не позволяют нам исследовать космическое пространство? Меня лично интересует вопрос образования молнии. Ибо он, вот если вы посмотрите книжки, настоящая литература, всегда так что это просто неизвестно. Это вот новые вещи, которые мы тоже получаем пока еще не понимаем. Значит ли это, что молнии могут быть мощным оружием в арсенале внеземных цивилизаций? Но если это так, то что они пытаются сделать с помощью молнии? Исследовать пределы человеческого организма? Эту версию частично подтверждает тот факт, что после удара молнии люди часто остаются живы. 30 июня 1908 года. В районе реки Подкаменная Тунгуска произошел сильнейший воздушный взрыв. Мощность взрыва оценивается в 40-50 мегатонн, что соответствует энергии самой мощной водородной бомбы. Сегодня этот феномен получил название Тунгусского метеорита. Однако многочисленные экспедиции в этом районе не нашли никаких остатков метеоритного вещества. Незадолго до этого в совсем других точках планеты происходили странные явления. За три дня до события в Европе и в европейской части России стали наблюдаться необычные атмосферные явления. Серебристые облака, яркие сумерки и солнечные голлот, светящиеся кольца. Британский астроном Уильям Деннинг писал, что в ночь на 30 июня небо над Бристолем было настолько светлым, что звезды были практически не видны. Вся северная часть неба имела красный оттенок, а восточная зеленый. А утром 30 июня над центральной Сибирью пролетело огненное тело, двигавшееся в северном направлении. Его полет наблюдался во многих поселениях в той местности и сопровождался громоподобными звуками. Эти наблюдения породили теорию, что так называемый Тунгусский метеорит был вовсе не метеоритом, а гигантской шаровой молнии. Ядро шаровой молнии обладает настолько большой энергией, ну, порядка 10 миллиардов джоулей. Геофизическое явление природы Тунгусский феномен. Это просто шаровая молния, причем не одна, а их образовалось порядка 10 тысяч в ионосфере планеты Земля. И постепенно двигаясь, они совершенно случайно попали в дубль геомагнитного северного полюса, значит, планеты Земля, которая находится как раз в области подкаменной Тунгуски. Но было ли это природной аномалией? Ведь таинственным образом тунгусские события совпали по времени с научными экспериментами по беспроводному электричеству, который проводил в своей лаборатории великий гений и самый таинственный из всех ученых ушедшего столетия Никола Тесла. Современники называли его человеком, который изобрел 20 век и святым заступником электричества. Но на самом деле святым Никола Тесла никогда не был. Никола Тесла стал настоящим повелителем молний. На своей научной базе в Колорадо-Спрингс Никола Тесла проводил уникальные и рискованные эксперименты с электричеством. А еще пытался управлять молниями. Очевидцы утверждали, что Тесла мог делать шаровые молнии на несколько минут. При этом он их брал в руки, клал в коробку, накрывал крышкой и опять достал. Говорили, что с помощью молний Тесла мог перемещаться в пространстве и времени. Находиться в двух местах одновременно. Но главное дело, которому посвятил свои лучшие годы ученый, это попытки передачи электроэнергии без проводов на большие расстояния. Для этих целей он построил свою знаменитую башню Уорден-Клифф. Получилось ли это у ученого, допудлинно неизвестно. Однако во время экспериментов на многие километры освещалось небо над Атлантикой и ночью было светло, как днем. А из самой башни вырывались мощные электрические разряды, сопровождавшиеся страшным громом и всполохами света, подобными северному сиянию. Грандиозность вот этого замысла можно сравнить по своему масштабу с изобретением колеса. Собственно, вся информационная эра началась вот с этой мысли Теслы. Чтобы представить, что такое беспроводная передача энергии, можно вообразить, скажем, снабжение энергии наших домов через антенны. Бестопливный транспорт, космические корабли, которые снабжаются энергии непосредственно с Земли. Вот именно такие технологии начал, предполагал разработать Тесла. Некоторые исследователи утверждают, что в этот день, 30 июня 1908 года, Никола Тесла проводил опыт по передаче энергии по воздуху. За несколько месяцев до взрыва в интервью журналистам Тесла утверждал, что сможет осветить дорогу к Северному полюсу экспедиции знаменитого путешественника Роберта Пири. Кроме того, некоторые исследователи нашли доказательства того, что он запрашивал в библиотеках карты наименее заселенных частей Сибири. Однако существует предположение, что эксперименты Никола Теслы носили вовсе немирный характер, и его рукам принадлежит изобретение мощнейшего энергетического оружия под названием луч смерти. Вполне возможно, именно с этим связаны и таинственная смерть Николы Теслы и не менее таинственное исчезновение дневников, в которых ученый вел записи своих экспериментов. Тесла был абсолютно публичный человек. И когда его не стало, имя его неожиданно исчезло со страниц журналов и газет. И это было совершенно неожиданно. Это одна из тайн, которую предстоит распространить. Параллельно с Теслой в России опыты по передаче энергии на большие расстояния проводил физик Михаил Филиппов. Однажды в качестве эксперимента, находясь в Петербурге, он зажег люстру в Царском селе. В июне 1903 года при проведении лабораторных работ по передаче взрывных волн на большие расстояния Филиппов погиб при невыясненных обстоятельствах. Что это совпадение или цепочка связанных между собой событий? И забыто ли сегодня попытки создания молниеносного смертельного оружия? В средней молнии энергии столько, сколько от одной трех обычных авиационных бомб. Тонна тротила. А что если объединить несколько молний и направить их в нужную цель? Осуществить планы, которые по некоторым данным и ставил когда-то Никола Тесла? Возможно это будет еще более мощный взрыв чем Тунгусский метеорит и еще более мощное оружие чем атомная бомба. Но как заставить молнию следовать по нужному маршруту? Это как раз может лазаным лучом проделать такой путь и когда там появится то по ней бывает что спускает зарядок или разряжает в Америке есть такой центр ракета взлетает вместе с проволокой с тонкой проволокой в какой-то момент проволокой сгорает и проходит молния по этой среде то есть уже появилось поле электрическое и прямо по этой искусственной молнии все это говорит о том что ученые снова взялись за реализацию амбициозных планов по созданию супероружия и дело Николы Теслы живет до сих пор правда наверняка военные не задумываются почему в последние годы жизни Никола Тесла занимался по большей части тем что кормил голубей на подоконнике своего гостиничного номера может быть он сам уничтожил все результаты своих экспериментов и свои дневники может быть внук колдунии великий мистик 20 века догадывался что создание луча смерти это вовсе не победа над молниями а напротив помощь в осуществлении их самой главной цели которую как нельзя лучше приблизит создание смертоносного оружия и неугомонная человеческая раса получит возможность истреблять друг друга быстрее чем это сделали бы боги при помощи своих карающих стрел и и Редактор субтитров А.Семкин